итак мы ставим позвонки а точнее проходим сейчас специальный тренинг по мануальной терапии и будем проводить манипуляцию и без диагностики диагностики у нас была уже просто мануальную правку шейных позвонков ну даже включая некоторые верхние грудные позвонки самое первое что мы делаем это при наклоне ну давайте немножко проверку тест такой даже это как бы не диагностика тест поворот головы влево прямо смотри прям влево смотри вот смотри насколько поворачивается голова немножко на наклон делается сюда прям ровно держи примерно на расстоянии пальцев до конца до конца поворачивается ну почти 90 градусов идеально в другую сторону тоже ну тоже почти ну почти идеально хорошо вы когда у человека будет не идеально заметьте заметьте что в одну сторону хуже да соответственно перенатянуты стану и свойствами перенатянуты противоположенность мышцы которые не дают довернуться голове на наклоны теперь наклоняем голову кулку удерживаться ключ не поднимала еще в другую сторону теперь нормально все хорошо поворачивается поверни голову наклони голову флексию вперед а снизу под бортом ключицы почти касается да и поверни голову назад почти лежит на позвонках так ну да мы человек все нормально да теперь смотрим боковые отростки где посеточные суставы находятся вот эти вот они у нас немножко уклонены вот по диагонали до чтобы эту диагональ устранить мы доворачиваем латер ротация и потом латер рефлексия такая чуть-чуть да и теперь может придерживать плечо да нам самого главного это вот череп вниз вертикальное сжатие нормально не болит здесь да теперь с этой стороны проверяем также ротации латер рефлексия вниз компрессируем нормально да не болит человек не болит нам вот как вы просто для теста теперь значит как дойти до грудных позвонков берем руку прямую как стрела не гнем не так вот так нам нужно чтобы давление во первых будут этой костяшкой она должна быть на одной линии с уголком локтя и вот это как стрела как вектор прямой прямой мы упираемся не в косточки позвонков да а чуть ниже примерно примерно вот трапеции да да одну треть трапеции вот так вот отделяем да вот примерно здесь упираемся и у нас вектор получается идет вектор идет получается вот сюда примерно как большой палец показываю да примерно на где-то 4 примерно позвонок может 5 даже грудной вот туда поэтому хруст выпивайся хруст может пройти даже вот оттуда чтобы но особенно девушки еще повезут съезжают так что все это не съезжал мы его закрепим в принципе те же самые приемы делаются и на стуле то есть не обязательно кому стол высокий да тут можно купить это все то же самое закрепили здесь закрепили об свой живот даже человек не съезжал но вообще кабинета костоправа должны быть ремни такие которые вот под гонали там одеваются до их спинки прижимая человека вот поставили наш вектор голову расслабили и теперь движение будет одновременно и туда и сюда но верхней части я давлю не в макушку чтобы руками скользнула да и не в нижнюю часть затылка а получается на духом выступающая над над височная кость да вот это вот у нас вот в нее то есть наше движение должно играть такую роль то есть вы должны визуально представить что у нас движение идет ухом вверх наклон простой да вот через вот так немножко вверх заводит кость получается на духом теперь переходим к позвонкам верхнем ну например седьмой позвонок меняем угол теперь уже давим не сюда не в мышцы да а как можно ближе к самому позвонку вот прям практически в то место где он должен ротироваться кому удобно может и большим пальцем в принципе да провести давление провели надо поднять повыше следующий позвонки до поднимаем руку еще выше да и уже в них чем уже поднимаем тем нам желательно еще сделать тихо тихо сам они кратили за ушкой тем нам желательно сделать немножко вот уже ротацию то есть пока были грудные мы полностью делали наклон до прямой в фронтальной плоскости да и чем выше поднимающим добавляем немножко ротацию вот чтобы дойти до верши позвонков нам же нужен упор мы упираемся в противоположному на сестре покажу вы получается вот поднялся примерно от роста да вот наша ладонь уперлась соответственно где-то второй третий позвонок внутренний примерно и вообще ротации если нам не хватает например ширину руки до ладони можно поставить и кстати будет мягче можно поставить всю руку получать и ее голову пока накатывать и так включить тут уже давление будет в нижнюю часть вот рука накручиваем накручиваем кучу манипуляции спину держим плотно накатываю на руку накатываю чувство напряжения да вот тут пошло натяг дошли до преднапряжения последнего после этого в эту сторону делаем толчок следующий прием добираемся соответственно до аксиса и атланта это два верхних позвонка но я прям уже рассказывал да атлан держит череп но посередине дырочка заднего отростка не отластистого есть боковые отростки сквозь эту дырочку проходит зуб нижнего позвонка который называется аксис почему потому что это ось вокруг которой собственно говоря вращается череп но потом под подобным подойдете посмотрите здесь их нужно подготовить особенности мы подходим к атланту таким образом ну во первых растягивать тракции побольше сделать до тракции мы можем делать следующим образом обоими руками предплечьями беремся за ее плечи вот тогда беремся за за солнечные кости разворачиваем вверх поднимаем вверх вот чувствуете вертикальная тракция потом растягиваем одностороннее голову мягко наклонили опять же упор это рука держит за плечо и животом я или грудью я придерживаю чтобы она не платилась да и натягиваю по спирали если представить будет лучше идет из центра головы да у меня получается спираль вот такая и вы не сидит вот туда еще раз демонстрирую из натяжки покачать и вернули обратно теперь подбираемся непосредственно к фланту мышцы все уши надо растянуть для этого опускаем вниз человек может сами одну вы вспомогаете и медленно делает оборот головы течение минуты один оборот делается вокруг всей шеи по оси позвоночника помогаете кому подсказывать устану совершать давление ведь получили но я конечно быстро ли демонстрации делается всего два-три раза медленно делается ну и соответственно и вот тоже спину задерживаю сгибаясь и вот сложно в том что до многих людей не держит спины спину в этом во всех случаях работы с шеей спину надлежать идеально вертикально ровно а вот шею мы уже днем с ней заработаем так растянули теперь поворачиваем голову относим нужно поправить атлант первый способ кладем головушку на руку вот лежит мы проверяем что легко лежит это рукой желательно сделать упор плечо для дополнительного закрепления человека отходом опять держаться надо так чтобы спина не уползла немножко сложно потому что для них ствол высоко стоит а тут подбираем под основание черепа второй рукой вот держусь сейчас как разблокировать атланта акцепитальный сустав это атланта с черепом да с затылком акцепу суток затылок и атланта аксиальный со вторым тонком ну желательно тут еще добавить всякие тракции можно руками захватиться за грудной отдел за затылок и на себя получать даже сделать манипуляционный толчок тех тем у кого получится кушает длинная коротковато чтобы вашего это расстояние хватило плотного закрепления затылка если подвижность есть а вот если подвижность есть дамы как бы смотрим где затылок со вторым позвонком вот с этим зубом да вот он вот так начинает ходить расслаблен если не расслаблен у нас ничего не получится скорее всего этого зажатых задней мышцы соседей на то что надо будет дополнительно проработать дополнительных про мяч дополнительно растянуть еще раз упрямились обокачивайся положили головку наклонились наклоняемся как ротация 45 градусов флексия и покончания и потом одновременно поворот и вверх второй способ мы держим за челюсть да а сзади за затылок поворачиваем голову и у нас будет дается сразу ну понятно вы демонстрирует на человека так все по-быстрому немножко подготовили человек еще еще расслабше вот тут получается больше без поворот если просто раз было с поворотом с таким да тут без поворота именно вот такие движения боковой и вверх чем отличие с поворотом мы ставим атлант без поворота это вот атланта аксиальное осуществление вот эти классические статуи основа это он на него будет работать на расширение и особенно если тоже позвонок у нас поверну достаточно сильно да то его тяжело поставить для этого делается способ еще мощнее честно как поворачив голову там есть много способов всех всех не нужно знать у главного касси поймите здесь даже такие простые когда человека ровно когда ну лучше все расслаблено болтается и мы ловим где вот у нее через до пола на поворот и височную кость и она ставится даже иногда по всех очень сложно постараюсь атлант очень сложно его там процедуры некоторые паши по 5000 по 16 даже стоит старается на самом деле все все просто буквально за пару минут делается так вот по поводу второго позвонка если он вышел вот сюда развернулся получается если не хватает цикально против часовой стрелки нам повернулся нам поставить обратно повернув за чей тут участие не снизу и тебя сверху то есть мы поворачиваем голову вот сюда тихо 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 раскрываем ему свободу даем все этой стороны хватаемся за голову свою руку действовать а другой рукой делаем упор вниз оправдаем далее вниз на свет мощное растяжение декомпрессия раз чуть-чуть подшипнула легкий ну давайте для симметрии покажу захватили расслаб голову плотно держу видите за голову упор тут живого тоже что она не поехала и будет мое движение вверх ну так на столе мне приходится носочками сидя конечно удобнее но на стуле на стуле удобнее вот вперед она лежит вперед чего не что придушил немножко что ли чуть-чуть да вот ну да покурать ничего делать и соответственно если у нас были последующие суставы сжаты его то что показывал дамы проверяли тестировали вот таким вот мы тестировались от стану да вот так вот мы их вот этим приемом мы их резко разжимаем сервис ну и плюс естественно вот эти вот приемных тоже разжимаются стороны так это сделали ну с головой подрал и все место что хочу добавить что после этих манипуляций желательно ну человек может даже упасть в обморок это легкий пару секунд да это не страшно только нужно поймать чтобы он не свалился а так вообще дать полежать ну пару минут буквально и закончили как я обычно говорю да что с поясницей что с шеей где самую подвижную часть релакс дать с утягиванием взяли потянули relax расслабление но это еще не все переходим к следующему этапу это когда мы начинаем вытягивать все позвонки до за это берем руку обе обе руки на шаре накладываем плотно только держи брать руки не расцепляли подворотом какая-то ключицы если нам нужно дойти до грудных позвонков дальше на переход то соответственно хватает как можно ниже и помогаем человеку еще ниже плотно и заплатить тем способом что накладываем свои руки вниз единственно что вот особенно у девушек или там нежных натур перетягиваются кожи на поэтому старайтесь через ткань делать подушками тянется либо как-то понежнее захватывать вот либо так и вы прямо на эти косточки кладете ты держи руки держи на месте так локти своди локти своди поближе да вот мы натягиваем на себя несколько тракций делаем в стороны бок и на себя и потом поддерживаем чуть выше нижние грудные ой шейные то есть примерно 5 7 ниже ниже то есть это был шейно-грудной переход теперь полотня повыше и свои руки накладываем уже на запястье вот свой локти вместе 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 опять натягиваем чтобы быть потянулась получше если в пору грудью 8 и поддерживаем манипуляционный толчок назад и вверх вектор идет вот так вот чуть-чуть на тебя дали бы меня вот туда дам получается такой немножко чего такое поддерживающих прошу подчеркивать когда мы можем опять подбородок и включиться локти вместе когда мы можем взять за локтем здесь опять уберевшись в груди упираюсь в ость лопатки получается смотрите у нас рычаг ость локоть так есть видите рычаг какой это подучил грудные грудной отдел натянули на себя и и теперь переходим верхние позвонки второй третий позвонок примерно шеи да вот руки передвинули правильно правильно на череп на основании черепа большими пальцами теперь уже обняли основание черепа со всех сторон вот так для этого руки раскрываются вот и натяжение где уже идёт не вперед а назад вот такое свои руки возлагаем опять на ее руки только не замок свою руку замок не надо и растягиваем назад аккуратненько то что тут можно тоже ну вот такой прием то есть вы поняли да снизу так выше так и выше выше поднимаем руки ну это соответственно аттракционная мобилизация то есть мы все вытягиваем вверх еще как правку грудного отдела это в следующем видеоролике тогда расскажу а на этом мы наш видеоролик сворачиваем переходим непосредственно к практическим занятиям если вы настолько смотрите и только лениво подсматриваете через youtube там да то ничего вы не научитесь победила не ну всегда какие-то нюансы выплывают руки там поставить вам очень тяжело поэтому смотрите ставьте лайки конечно но еще лучше приходите на занятия и вас олег улов гудвин всему научит до новых встреч